Всем привет! Вы смотрите Hotline Video с Александром Иваником. Сегодня у нас не совсем обычный гость. Первый в мире гибкий смартфон LG G Flex. Он не только способен прогибаться, но и имеет избавляться от мелких потертостей, оставленных на тыльной части корпуса. Кроме того, в нем установлен 6-дюймовый P-OLED-дисплей, система на чипе Qualcomm Snapdragon 800 и аккумулятор емкостью 3500 мАч. Расположение управляющих элементов напоминает таковое в LG G2. Сзади присутствует блок клавиш Rear Keys, кнопка питания блокировки с писанным в нее LED-индикатором, кнопки громкости, они же отвечают за вызов QuickMem и запуск камеры, объектив 13-мегапиксельной камеры, вспышка и инфракрасный передатчик. Прорезь под динамик расположена у нижнего торца. Звук громкий. Задняя панель глянцевая, покрытая специальным самозатягивающимся слоем. Под этим слоем просматривается узор, имитирующий фактуру металла. Лицевая часть прикрыта закаленным стеклом Gorilla Glass. У верхнего торца расположен объектив камеры, два датчика приближения освещенности, LED-индикатор и прорезь разговорного динамика, обладающего хорошим запасом по громкости. Под дисплеем находится логотип производителя. Клавиши управления перенесены на экран. На боковинах корпуса есть только гнездо для установки микросим-карты. На торцах отверстие микрофонов, разъем для наушников и разъем для подключения USB-кабеля. Корпус способен выдерживать нагрузку в 80 кг. Так что не стоит беспокоиться о том, что вы можете раздавить экран сев на смартфон. Задняя панель несъемная. По крайней мере, снять крышку в домашних условиях будет сложно. Аккумулятор смартфона имеет изогнутую форму, но не является гибким. Весь корпус собран таким образом, чтобы иметь необходимый запас свободного пространства для изгибания. Вполне возможно, что будь G-Flex обычным смартфоном, в его корпусе удалось бы вместить еще более емкий аккумулятор. Самозатягивающаяся поверхность задней панели лучше всего проявляет свои качества при температуре 24-28 градусов. На затягивание следов уходит от 3 до 5 минут. Пользователям нужно понимать, что такое покрытие не способно бороться с глубокими царапинами. Видимо, кто-то не поверил этому и оставил глубокий след, содрав с корпуса защитный слой. Экран блокировки обладает всеми стандартными для Optimus UI возможностями, плюс имеет интерактивные обои, реагирующие на уровень наклона смартфона. Кроме того, с экрана блокировки можно перейти к приложению QSeater, где собраны фотогалерея, видеоплеер и YouTube. Внешний вид оболочки зависит от выбранной темы. В большинстве своем настройки аналогичны тем, что мы показывали на примере LG G2. Из нового – возможность переключения стиля меню с настройками. Выбор расположения сенсорных клавиш управления, их количество, автоматическая постройка фоновой подложки в зависимости от основного цвета запущенного приложения. Отдельного внимания заслуживают новые режимы многозадачности. Помимо QSlide и Slideside появился режим «Двойное окно» и «Разделитель». Последний является продолжением от двойного окна и вызывается в браузере при нажатии на ссылку. Для запуска двойного окна нужно нажать и удерживать клавишу «Назад». В появившемся окне выбрать, какие из приложений нужно запустить, после чего можно поменять их местами, уменьшить или увеличить рабочую зону или закрыть. Для быстрого вызова недавно запущенных приложений используется отдельный ярлык. В настройках дисплея появилась возможность выбора режима экрана и автоматической настройки растровой плотности, что положительно сказывается на автономности. Смартфон базируется на аппаратной платформе Qualcomm Snapdragon 800. Имеет 2 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. Расширить последнюю можно, подключив флеш-накопитель. Результаты производительности одни из максимальных на сегодняшний день. Возможностей Snapdragon 800 хватает для любых задач. Тем более, что в LG G Flex ей не приходится особо трудиться, ведь разрешение экрана составляет не стандартные для флагманов 1920х1080 точек, а более скромные 1280х720. Громкость динамика высокая, качество тоже на уровне. Звук в наушниках порадует не только непритязательных к этому параметру пользователей, но и меломанов. Скорость обмена данными в Wi-Fi сети и скорость обнаружения спутников высокие. Автономность LG G Flex – третий весомый аргумент в пользу смартфона. При обычном использовании, без частого просмотра видео или навигации, смартфон спокойно живет двое суток. При просмотре HD-видео можно рассчитывать на 20 часов непрерывной работы, 15 часов чтения или 17 часов просмотра HD-видео с YouTube. Для того, чтобы наслаждаться просмотром видео, в смартфоне имеется отличный плеер. Его возможности самые широкие среди аналогичных приложений в смартфонах других производителей. Управлять настройками можно как через меню, так и с использованием жестов. Продолжение следует... 6-дюймовая OLED-матрица имеет пластиковую подложку, что позволяет ее изгибать под большими углами. Главная причина использования OLED-матрицы в ее широких углах обзора, что особенно актуально для изогнутого дисплея. Яркость дисплея регулируется в пределах от 30 до 320 кандел на метр квадратный. При сравнении с Full HD-дисплеями становится заметно недостаточно высокая плотность пикселей на дюйм. Но в повседневной эксплуатации это мало заметно. В целом экран заслуживает хорошей оценки, но учитывая то, что сейчас все флагманы комплектуются матрицами с разрешением 1920 на 1080 точек, возникает закономерный вопрос, почему LG сделали шаг назад. По словам производителя, такое решение обусловлено ограничениями технологий и заготовления гибких дисплеев. Нечто подобное можно было еще год назад наблюдать среди AMOLED и Super AMOLED-матриц. Это также говорит о том, что следующая модель гибкого смартфона вполне может получить дисплей с Full HD-разрешением. Смартфон оснащен двумя камерами. Основной с 13-мегапиксельным модулем и 2-мегапиксельной фронтальной. Основная умеет снимать видео с разрешением 3840 на 2160 точек и 1920 на 1080 точек при 60 кадрах в секунду. Интерфейс видоискателя аналогичен тому, что используется в более ранних версиях Optimus UI. Есть различные режимы съемки, возможность выбора значения ISO, ручная фокусировка, следящий фокус, программная стабилизация изображения, съемка по голосу и так далее. Кайство снимков и видео можно оценить на твердую четверку. Увидеть примеры можно в текстовом обзоре на сайте itc.ua. Субтитры подогнал «Симон» LG G Flex первый и пока единственный в мире смартфон с гибким дисплеем и самозатягивающимся покрытием садней панели. Кроме этого он примечательен производительной аппаратной платформой, широкими возможностями персонализации интерфейса, отличными показателями автономности и хорошими камерами.